Привет, дорогие друзья! Я столкнулся, не буду скрывать, с неадекватом, абсолютным неадекватом касательно моих роликов о том, что произошло в Керчи. Ну, во-первых, основная претензия в комментариях, и я это читал и был просто потрясен, того, что я не выразил соболезнования. Я что, президент Российской Федерации? Я не знаю, я мэр Керчи или что? Почему? Почему вдруг ко мне это предъява? Ну, выражу я соболезнование. Я расплачу сейчас в ролике, разрыдаюсь, и что, от этого станет кому-то легче? И я чего-то полагал, что важнее, намного правильнее дать информацию, дать информацию из места, информацию, которой ни у кого нет. Но потом, когда я начал читать отдельные высказывания, причем не отдельные, это же настоящий вал. Вы понимаете, в чем дело? Изначально, с утра, когда не было понятно, что произошло, только в это произошло, я начал читать, и не надо говорить, что этого не было. У лидеров мнений, у ведущих российских, высказывания касательно того, что, ну, понятно, это Киев, понятно, это Киев. Когда потом все переигралось, оказалось, что это внутренняя проблема, в любом случае, даже если это действовала какая-то группировка, это все равно внутренняя проблема, начали говорить все, попридержи коней, куда ты бежишь впереди паровоза, дождись официального расследования, надо дождаться расследования. Какое лицемерие? Долбанное лицемерие. Зачастую никаких расследований не надо, все ясно, когда надо. А когда не надо, то дождись расследования. Ну, я решил, что надо, окей. Пускай эти люди действительно получат свое и дожидаются расследования. Поэтому мы прекращаем освещение данной ситуации. Это вы узнаете прямо сейчас. Прямо сейчас, вот когда я снимаю это видео, порядка 40-50 родственников детей, которых не нашли, которых, они не знают, где их дети, стоят за оцеплением. Если бы я разрыдался пять раз в видео, рассказывая, размазывая сопли, рассказывая о своем, о том, что я просто убит этой новостью, вот им бы это помогло, да им бы плевать. Я думаю, что намного полезнее эта информация. Я думаю, намного полезнее информация с места. Я думаю, намного полезнее версии, которые разнятся с версиями официальными, которые вот так вот. Мы же шли в списки с вами. Здесь директор, и никто в списке даже может быть. Хотя бы родственников-то можно? Что же, давай, неведение тоже, где стоять на целом? У них в списке, если могли. Если один человек, как правило, разумеется, мы не сможем. Ну, так же директор еще одна. Ну, в списке. Голубий Петрович, зараз долучается до нашего эфира журналіст, медиаблогер, медиаэксперт Анатолій Шарій. Анатолію, вітаю. Здравствуйте. Анатолій, отже, ну, дуже багато запитань у цій жахливій трагедії. Спочатку і кваліфікував слідчий комітет як теракт, потім як масове вбивство. Очевидцы повиновляють, що чули кілька пострілів, одночас версія слідчого комітету, що був один вибух, перепрошую. Ви буквально щедавно прилюднили відео, назвали його «нестиковки» з офіційною версією. Можете пояснити, в чому ви «нестиковки» бачите? Да, дело в том, що ми сразу же отправили туди человека, там сразу же на месте работает человек, і он начал, то есть мы выяснили, что за ребята там учились, вот, нашли несколько контактов, плюс там по месту удалось выхватить. Почему выхватить? Потому что их пытаются оградить, их сразу забирают преподаватели и полиция, вроде бы полиция, не ФСБ. Их куда-то забирают, этих всех ребят, а нам удалось выхватить одного, как то называется, куратора, ну, в общем-то, преподавателя, и одного студента, и они рассказывают о том, что студент чётко говорит, что были выстрелы с разных мест. То есть мне впоследствии, там, конечно, в комментариях начали писать, что это эхо, может быть, ещё что-то. Я не думаю, что мальчику 5 лет, и он не может разобрать, что такое автоматические выстрелы, потому что он утверждает, что были автоматические выстрелы. Я не знаю, что это значит. То есть за что купил, за то продал. Но мы общаемся с одним человеком, он говорит, несколько было взрывов. Со вторым человеком, он говорит, было несколько взрывов и выстрелы с разных сторон. Я, то есть мы показали чётко прямую речь этих людей, которые были участниками данных событий, которые, у которых погибли, погибли там близкие люди, там, друзья, то есть у кого-то на глазах погиб прямо. Вот, поэтому я считаю, конечно же, это не стыковка, когда утверждается, что вроде бы как нет официальной версии. Ну как же нет? Во-первых, Следственный комитет уже переквалифицировал это дело из теракта. Хотя, как по моему мнению, что такое теракт? Теракт же есть чёткая квалификация с целью там вызвать какое-то там, дестабилизировать что-то. Ну так это чёткая дестабилизация, извините, подрыв взрывного устройства в колледже. Плюс, как он туда вообще это пронёс? Для меня абсолютная загадка, как он туда прошёл. Ведь все они утверждают, что там есть рамки. То есть он не мог просто так взять со стволом туда пройти. Потом он с охотничьего ствола убивает 18 человек. Это что, серьёзно, что ли? Ну там некоторые говорят, что погибли от взрыва. А некоторые говорят, что 18 чётко он застрелил. Застрелил из вот этой вот штуки, что у него с собой было. Для меня это очень странно. Я не любитель конспирологических версий и тому подобное. Но если люди, которые в этом принимали участие, которые были, находились там по месту, говорят, что были выстрелы с разных сторон. И были автоматические выстрелы. Это подтверждается, что несколько человек об этом говорят. То это заставляет как минимум задуматься, конечно же. Про что задуматься, Анатолий? Ну я знаю, что вы не любите версии, которые не подтверждены доказами и фактами, или все же таки. Всё-таки. Ну, первая версия, конечно же, которая гуляет и у силовиков Российской Федерации, это ответка за Аксёнова. За поездку Аксёнова в Сирию. Из-за договоренностей, которые сейчас достигнуты с режимом Асада. Это первая версия, которая у них была. Ну и если принять её за основу, то получается, что этот мальчик это просто мясо, условно говоря. То есть его вели, его подставили для того, чтобы он это сделал, да, по классике. На самом деле там более серьёзные люди занимались закладкой этих взрывчатых веществ, были там обучали его, как это пронести. Когда пишут, что очень просто там в интернете найти, как сделать взрывчатые устройства, ну да, просто, действительно. А вот как это осуществить всё, по технике, как это сделать, чтобы это было максимально эффективно. Ну, потому что вот это, вот такое количество погибших, это максимальная эффективность, конечно же. То это совсем уже другая история. То есть изначально я не исключал там фактора, конечно же, фактора Сирии. Вполне может быть, что мальчик и один сумасшедший, я зашёл к нему на страницу, ну, наверное, все уже были у него на странице, он там панк и такой, непонятно, что у него в голове. И люди, которые с ним учились, тоже самое утверждают, потому что я публиковал беседы его одногруппников из ВКонтакте. Может быть он, но в таком случае, тут там, я не знаю, уволить надо все спецслужбы, потому что как это один пацан неподготовленный, вот таким вот образом закупает оружие, делает взрывчатые вещества, проходит, осуществляет, ну, как бы, ну, извините, значит, или, знаете, какая-то в державе датская книга, вот так. Ну, конечно же, я не хотел объяснять, что я имел в виду, но это Хизбут Тахрир, и я уверен, что сейчас начнётся отработка со стороны силовиков касательно вот этих вот всех организаций, это, а, удобный момент, б, вполне возможно, что они не поверили в мальчика, который самостоятельно это всё осуществил. И, конечно же, как оно всегда начинается, начнётся, конечно же, плач Ярославный по поводу Хизбут Тахрир, которые прекрасно запрещены в Германии, к примеру, и в ряде стран к ним относятся, знаете, с опаской. Вот, но, вы же понимаете, что то одни страны, а у нас теперь другая. Поэтому, поэтому вот, что я имел в виду. А касательно того, поверили или не поверили силовики, ну, я вам скажу, что вот люди, через которых мы общаемся, да, они не очень поверили в это. Анатолий, вот ещё запитание. Нібито так постійно чуямо від перших осіб державы, что Крым наш, а водночас, так вот, уже 18.28 на годиннику, ані президент, ані министр внутренних справ, ані генеральный прокурор, жодного слова официально не заявили на рахунок цієї трагедии. Чи это нормально, как вы думаете? Нет, это ненормально, и вот это вот и есть настоящее скотство. Если вы постоянно рассказываете, что Крым наш, если вы рассказываете, что там наши люди, вы же не считаете нашими людьми исключительно крымских татар. Если вы считаете нашими людьми исключительно крымских татар, которых там, сколько там, я боюсь, конечно, ошибиться, но там 2% населения, то это ненормально, ребята. В таком случае как-то перетрансформируйте свои месседжи и скажите, что нашими людьми там являются исключительно крымские татары. Мы не знаем, кто там погиб. Мы не знаем, погибли там запутинцы или там погибли люди, у которых там какие-то подростки, у которых вышиванки надеты были. А отсутствие какой-либо реакции, отсутствие элементарных соболезнований, это просто, ну, это просто загранник, конечно. Спасибо, Анатолий, что долучились до эфиру. Журналист, медиаэксперт-блогер Анатолий Шарий был с нами на связку с Кайпом. Давать информацию, давать пищу для размышлений, подталкивать людей к каким-то размышлениям, а не только к вкушению официальных версий. Мне кажется, вот это основная задача. Но, как там мне сегодня написали, вот уже все расследовал, сидя за 3-9 земель. А в первый раз расследовал, сидя за 3-9 земель. Мало расследовал, сидя за 3-9 земель. Мне кажется, большому количеству населения надо давить в себе это долбанное лицемерие и двойные стандарты. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока. Продолжение следует...